Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество известного писателя Сомерсета Моэма. Сомерсет Моэм – английский писатель, один из самых известных и популярных авторов XX века. Его творчество охватывает различные жанры, включая романы, рассказы, пьесы и даже автобиографические произведения. Уильям Сомерсет Моэм родился 25 января 1874 года в британской резиденции посольства в Париже. Место для родов было выбрано не случайно. Его отец Роберт Моэм служил в посольстве консультантом и прекрасно разбирался в законах. Он знал, что посольство считается частью английского государства, а значит, ребенок, рожденный на его территории, является гражданином Великобритании. Так родители оградили Уильяма от обязательной по французским законам мобилизации в случае войны. Мальчик рано лишился своих родителей. Мать Эдит умерла от турбрикулеза, когда Уильяму было 8 лет. Отец умер спустя 2 года от рака желудка. Ребенка отправили к родственникам в английский город Уистабл в графстве Кент. Он плохо знал английский язык, к тому же от пережитого стресса стал заикаться. Поэтому заводить новые знакомства ему было очень сложно. Мальчик стал сторониться людей и много времени стал проводить за чтением. Воспитанием Уильяма занимался его дядя Генри, служивший викарем в одной из церквей Уистабла. Он определил мальчика на обучение в королевскую школу при монастыре в Кентербери. Мальчику не удалось закончить среднюю школу. У него появились первые симптомы туберкулеза. Было решено ехать на юг Франции, восстанавливать здоровье. Вскоре Уильям упросил своего дядю отпустить его в Германию, где он стал вольным слушателем лучшего университета в Германии. Он слушал лекции по литературе, по философии, смотрел постановки разных пьес и также пробовал писать и создавать свое. В 1882 году Уильяма убедили пойти учиться в медицинскую школу при больнице Святого Томаса в Лондоне. Там, начиная с третьего курса, студентов обязывали проходить практику в качестве акушеров и фельдшеров в беднейших кварталах Лондона. Уильяму устроился работать в больницу Ламберта. Хотя душа у него не лежала к медицине, эта работа дала возможность увидеть жизнь без прикрас. Опыт медика потолкнул Уильяма к созданию первого романа Лиза из Ламберта и первой пьесы Леди Фредерик. Попав на сцену в 1907 году, пьеса сразу же приобрела огромный успех. А несколько месяцев спустя в театрах Лондона были поставлены еще три пьесы Уильяма. Исследователь, миссис Тотт и Джек Строу. В начале войны Сомерсет, воспользовавшись своим знакомством с Чешчеллем, добился назначения переводчиком в санитарную часть во Франции и около года находился на фронте. Потом, находясь уже в Италии, он привлек внимание секретной разведывательной службы Великобритании, которая предложила ему сотрудничество в разведке. Его отправили в Россию с тем, чтобы развить деятельность, которая предотвратила бы выход России из войны. Находясь в Петрограде, он постоянно виделся с различными влиятельными деятелями. Сомерсет на первых порах испытывал очень большую симпатию к окружавшим его русским. Также он обожал русских классиков. Но из-за Октябрьской революции ему пришлось спешно покидать страну. Находясь под влиянием творчества Эмиля Золя и Мопассана, Уильям стремился писать с натуры. Свой неудачный опыт разведчика он использовал для сборника рассказов «Ашенден или британский агент», опубликованном в 1928 году. У писателя начались проблемы со здоровьем. Он заболел дублькулезом и был вынужден провести полгода в шотландском санатории. Отправившись, Уильям стремился за свежими впечатлениями в путешествии по азиатским странам. Набранный в поездке материал вошел в книгу на китайской ширме и два сборника новелл. Работу над пьесами Уильям продолжал и во время войны. В 1915 году в Риме он написал пьесу «Сливки общества», а в Женеве в том же году «Недоступную». В 1918 году была создана «Жена Цезаря». В 1919 году «Домашний очаг» и «Жена красавица». И, наконец, «Круг», лучшая из его пьес. Была написана в 1921 году. Успехом пользовались не только его пьесы, но и романы. «Бремя страстей человеческих», «Луна и грош», «Пироги и пиво». К началу 40-х Соммерсет был один из самых знаменитых и состоятельных писателей Англии. Он никогда не говорил, что гонорары имеют для него первостепенное значение. Для него важнее было творить и выражать свои мысли в художественных образах. Его шикарная вилла на французской ривьере стала своего рода литературной гостиной. Среди гостей писателя бывали герцог и герцогиня, Виндзорские, Уинстон Черчилль, Керберт Уэллс, Томас Эллиот, Киплинг и Вирджинию Вульф и другие известные личности. Путешествия всегда играли важную роль в жизни Соммерсета Муэма. В них он находил вдохновение, отдыхал от мирской суеты и раскрывал новые грани своего таланта. Так, во время Второй мировой войны он оказался в США. Там он много работал на сценариями для Голливуда, бесконечно внося в них поправки. Параллельно писался роман на острие бритвы, который был завершен в 1944 году. К концу сороковых Соммерсет устал говорить полуправду. Он понял, что изображение человеческих характеров в романе или повести получается сложнее и сама жизнь представляется более объемной. Соммерсет больше не хотел облегчать ситуации или что-то недоговаривать, если в начале творческой биографии он стремился к известности любой ценой, то со временем он стал равнодушнее к успеху, зато требовательнее к мысли. После 1948 года писатель окончательно отказался от драматургии и художественной прозы. Трудился только над ессе, на приземленные темы. Последними опубликованными работами при жизни писателя стали заметки с элементами автобиографии «Взгляд в прошлое», напечатанные в 1962 году в лондонском еженедельнике «Сандэй-экспресс». Уильям скончался 15 декабря 1965 года от пневмонии. Прах писателя был развеян под стеной библиотеки при Королевской школе в Кентербери. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok